Девушки отдыхают Не страшное оружие на земле после ядерного. Всего за каких-то 40 секунд смерть способен разрядить все 12 стволов. А его 300-мм снаряды могут пролететь 90 километров и уничтожить все живое на территории в 67 гектар. До сих пор ни одно оружие в мире не может похвастаться такой разрушительной мощью. Искандеры Армению не спасут. Как показало время, переговорный процесс, в котором, как представляется, Россия пыталась надавить на Армению, пока не имеет результата. Сегодня ни в Азербайджане, ни в Армении никто уже не сомневается, что мирным путем карабахский конфликт не будет решен, а потому стороны активно вооружаются. Демонстрация мускулов уже началась. Так, 16 сентября 2016 года в социальных сетях появились фото с репетицией парада в Ереване, приуроченного к отмечаемому 21 сентября 25-летию независимости Армении, демонстрирующая машины оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». «Искандер-М» — оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на дальностях до 500 километров малоразмерных и площадных целей, ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи. Спустя несколько дней уже СМИ Азербайджана сообщили о том, что Турция завершила поставки в Азербайджан на артиллерийских систем Т-300 «Кассирга». Мощная турецкая реактивная система залпового огня, ракет СНТ-300 «Кассирга», с четырехзарядной пусковой установкой, 302-мм ракет, ракет СНТ-Р-300, с дальностью стрельбы до 100 километров. «Кассирга», выполнена на шасси «МАН». Естественно, что сравнивать Искандер М, и Т-300 «Кассирга», не приходится по своим масштабам, так как Искандеры являются оружием, предназначенным для поражения цели на дальнем расстоянии, а «Кассирга» используется для ближнего боя. Если учесть точности масштабы региона, то в данном случае «Кассирга» — более эффективное оружие. С другой стороны, Азербайджан имеет известный противоракетный комплекс «Барак», который способен остановить Искандеры, и все остальные ракеты Армении. Не прошло и часа, как вышла новая информация о том, что азербайджанская армия получит новейшие израильские беспилотники «Арбитер-4» и ударный мини-беспилотник «Арбитер-1К». Израильские беспилотники в четырехдневной войне стали кошмаром для армянской армии. Азербайджан впервые применил в апрельской войне беспилотную боевую систему «Хороб», закупленную Израилем, которая с высокой точностью уничтожила ряд объектов противника. Применение этих беспилотников вызвало панику в армянских войсках. Сейчас же Израиль привозит в Баку еще более современную систему. И, видимо, у оккупационных армянских войск в Карабахе есть серьезные основания для паники. Искандеры Армению от израильских беспилотников не спасут. Как уже сообщалось, через несколько часов после того, как на параде в Ереване 21 сентября были продемонстрированы ОТР КСКНДР, по поручению президента Азербайджана Ильхам Алиева в Минобороны под руководством министра обороны было проведено служебное совещание. На совещании министр Закир Гасанов отметил необходимость усиления разведывательной деятельности для определения новых целей на территории врага, оценки их значимости и порядка их уничтожения. В конце совещания было принято решение о проведении мероприятий по уничтожению в надлежащий час объектов стратегического и военного назначения Армении. Россия передала Армении ОТР КСКНДР не для применения в боевых действиях, а для того, чтобы удержать Азербайджан от начала широкомасштабных боевых действий по освобождению оккупированных территорий. Другими словами, Москва хочет исключить полностью военный сценарий карабахского урегулирования. Однако Баку не может позволить осуществление этих планов, поэтому в ответ Азербайджан взял на прицел все военно-стратегические объекты в Армении. Но официальный Баку не станет ограничиваться этим шагом. По информации из компетентных источников, в ответ на поставки ОТР КСКНДР Еревану, Азербайджан рассматривает возможность закупки оперативно-тактических ракет. Над этим вариантом Азербайджан работает давно. Во-первых, Азербайджан ведет переговоры с союзниками о закупке оперативно-тактических ракет дальностью 500 километров, о чем несколько месяцев назад заявил командующий ракетно-артиллерийскими войсками генерал Захид Гусейнов. А во-вторых, Азербайджан, развивающий собственную военную промышленность, готов приступить к производству оперативно-тактических ракет малой дальности, о чем на днях заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов. По законам войны, массированный удар этими ракетами по масштабам не сопоставим с ударом армянских эскандеров. Способности ракетных войск Азербайджана рассмотрим только реактивные системы залпового огня и оперативно-тактические реактивные комплексы дальнего радиуса действия, которые имеются в арсенале ракетных войск Азербайджана, а именно Реактивная система залпового огня калибра, 300 мм ракет, Лэнгс-Естра, радиус поражения, 150 км Реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Смерч радиус поражения 90 км. Реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Т-300 кассирго радиус поражения 100 км. Оперативно-тактические ракетные комплексы .Ум. Радиус поражения 70-120 км. Возьмем для примера Нахчеванскую автономную республику Азербайджана и некоторые районы Азербайджана, откуда могут быть нанесены ракетные удары по территории Армении. За объекты, которые будут поражены ответными ударами ракетных войск Азербайджана, мы взяли и Армянскую АЭС, три крупнейших ГЭС, гидроэлектростанции, Аргельская ГЭС, Шампская ГЭС и Канакерская ГЭС, имеющие стратегическое значение для Еревана, которая обеспечивает водой. Красный круг Радиус поражения целей Реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Лэнг-Систра, 150 км. Синий Реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Смерть, 90 км. ИОТРК.У, 70-120 км. Желтый цвет. Реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Т-300 Кассерга, 100 км. Районов, откуда можно нанести ракетные удары, предостаточно. Возьмем на выбор Газахский район Азербайджана. Удар из Газахского района реактивными системами залпового огня калибра 300 мм. Лэнг-Систра, радиус действия до 150 км. Как вы можете наблюдать, с любого приграничного района Азербайджана, в том числе и с Нахчеванской автономной республики, средства поражения ракетных войск Азербайджана, гарантированно способны поразить любой объект стратегического и военного назначения противника. На территории Армении, в особенности атомную и гидроэлектростанции, и другую важную экономическую инфраструктуру Армении. А теперь зададимся вопросом. Это какими же нужно быть идиотами, чтобы угрожать применением оперативно-тактических ракетных комплексов, типа Искандер или другое, против Азербайджана. Но при этом прекрасно отдавать себе отчет, что у Азербайджана, также имеется средство реактивная система залпового огня дальнего радиуса действия, позволяющая наносить ответные ракетно-бомбовые удары по всей территории Армении, в особенности по экономической инфраструктуре, и таким гора там, как Ереван, Гюмри, и так далее. Тем самым превратив ее, то есть Армению, в одни сплошные руины, какими сегодня являются руины Агдама. Вплохи ваши дела, Сиран Мушагович, Шпилька. Ну, вот все и прояснилось. Как не тужился министр обороны Армении Сиран Аганян, как не пыжился армянский генералитет, утверждая, что гарантом безопасности народа Нагорного Карабаха являются вооруженные силы Армении, а от суровой реальности все же не убежишь. Можно сколько угодно обманывать и тешить себя, сидя в теплом кабинете в Ереване. Самвел Бабаян, наш солдат не сможет противостоять стольким ракетам. Бывший командующий карабахскими силами Самвел Бабаян, недавно вернувшийся из изгнания, подверг критике власти и военных Армении. Так, в интервью Чевельнетон сказал, что успехи Азербайджана в ходе четырехдневной войны были неожиданными, когда азербайджанцы смогли захватить эти позиции в течение получаса или часа. Резервные бригады двух корпусов азербайджанцев заняли армянские позиции. С этой территорией вся равнина у нас на ладони, от Кирова Абада до Мирбашира. «Ни стратегических позиций нет, особенно в направлении Мордакерта», — сказал он. Отметив, что Азербайджан готовится к войне и закупает большое количество артиллерии и ракет с целью сравнять землю и передовую линию, а также города и села. Бабаян добавил, что Армения не может конкурировать с Азербайджаном ни в плане финансовых, ни в плане человеческих ресурсов. По его словам, с 2014 года Азербайджан готовится к длительной войне и будет делать акцент на артиллерии, пытаясь нейтрализовать армянские позиции издалека. Проблем с вооружением у него не будет, поскольку Баку уже начинает производство снарядов. Азербайджан покупает современное оружие, его цель — сравнить передовую с землей, это понятно. «Мы не в состоянии конкурировать с ресурсами Азербайджана, и потому должны найти решение», — сказал Бабаян. Представьте себе, что они устанавливают в Нахичеване различные израильские, российские реактивные системы. Возникает вопрос, для чего? Чтобы нанести удар по Карабаху, для этого они могли бы установить их на границе с Карабахом, а не в Нахичеване. То есть, когда мы говорим, что мы готовы начать наступление, противник обязательно воспользуется этим и ударит уже по Еревану. От Еревана до Нахичевана 42 километра. Это оружие. Эти реактивные ракетные системы работают на расстоянии от 70 до 150 километров. Это же не дело, говорить, что мы будем пить чай в Баку. Ну сможете выпить чай в Баку, но я боюсь, что они скорее дойдут до Еревана, и будут здесь пить коньяк. Нельзя надевать генеральскую форму и выступать с заявлениями председателя колхоза. Наш солдат не сможет противостоять стольким ракетам. Если за одну минуту на передовую падут около 25 тысяч снарядов, сможет ли человек там и стоять? Но военное руководство должно не обманывать собственный народ, заявляя, что мы какими-то несчастными двумя ракетами Искандер сравняем Баку с землей, даже не понимая мощности или возможностей этой ракеты. И не говоря о том, что эти Искандеры могут бить только по точкам, а таких точек в Азербайджане почти нет, если не считать аэродромы. А против этого Баку имеет такое оружие, которых можно сравнить с оружием массового поражения, к примеру множество смерчи, санцпеки и так далее. Нельзя обманывать собственный народ, сказал он. Продолжение следует...